Всем привет! Сегодня воскресенье, и я, как всегда, к вам с отчетным видео. Сегодня закрываю с 40-ю неделю. А если бы была беременна, уже бы пошла рожать, да? Так, ну что, я вам расскажу. Привет, во-первых, всем передаю, да? Во все города. Приветов никто не написал к прошлому видео, поэтому городов нет. Ребята, осень у нас так теплая стоит, что-то так ночью немножечко холодает, потом все равно днем опять теплеет. Так что классная осень, красивая, теплая. Хотя уже октябрь, уже по идее снег должен выпасть. А у нас еще нет, мы его еще не видели. Вот такое вот глобальное потепление. Дальше что рассказываю? Рассказываю. Здесь список написала, чтобы не забыть. Что было смешно. Очень много работы на этой неделе было. Очень много, очень много. Всяких-всяких дел. И с налоговой разбиралась, и налоги платила, и искала, что мне там начисляют. И с поставщиками, и вроде китайным даже все выкупила, и отправила. Не все, а часть. Ну хотя бы часть это тоже стало. Вот в Киргизии часть получили. В следующую неделю часть получим. Ну что-то там, как бы, наверное, все-таки Визия уйдет. Так что ищем другие варианты. Глотовар получили, карточки делали, фотографировали. В общем, куча-куча-куча работы. Книжечка чуть-чуть продвигается. Моя написание. Еще пару глав написала. Так что, вот так провела. Вязала. Вот верите, вообще на этой неделе Вязала опять одни слитки. Ни одной игрушки не связала, только продавала. И все, у меня там некоторые игрушки ушли на ноль. То есть я сейчас это все бросаю, потому что я слитки, ну как бы, ну, у меня каждого размера, по пять штук, каждого цвета. Я как бы вот так всегда довязываю, чтобы у меня всегда было. В этот раз, вот я никак не могу. Вот я только довязываю, у меня остались вроде одни. Пах, опять прилетели заказы. И, в общем, я с этими слитками, ну все, я вот сейчас довяжу последние слитки, и пусть они там уже вниз, а я игрушки, потому что мне надо игрушки довязать. Ну, несколько игрушек просто в ноль у меня. Поэтому мне надо срочно их. Еще напугались, и мне отправляли. Надо было белку заказали, мы ее найти не могли, а потом, в общем, в моих игрушках наконец-то мы потом нашли. Ну, все-таки обошлось. А то отмены, это же там штрафы, все такое будет. Поэтому все обошлось. Ну, надо будет вязать. Ну, вот составила список, и с завтрашнего дня начинаю усиленно вязать игрушки. Так что на следующей неделе покажу вам много игрушек, которых я связала. А на этой неделе, ну, совсем мало. Ну, не мало я, конечно, продала 9 штук, но вязать не вязала. Вот такие дела. И что еще вам хотела рассказать про спам-звонки? Я так смеяла весь на этой неделе. Ну, знаете, наверное, вам тоже приходят спам-звонки эти, которые звонят постоянно, то банки, то еще кто-то. И вот на этой неделе мы, ну, хохотала я. Кто звонят там, ваш знакомый Виктор сказал, что вы там что-то ищите, кто там у них, кто там стоматологическая клиника, нам дали ваш телефон, сказали, что вы нуждаетесь в помощи. Ну, вот такое, да, мы знаем, что вам надо масштабироваться, мы знаем, что вы ищите какой-то бизнес, ну, в общем, такие, да, странные. Я каждый раз, с чего вы взяли? Ну, в этот раз все, меня вообще поразило. Звонит, ну, беру телефон, да, звонил, я беру, а там, значит, говорят, что мы, значит, строим в Дубае целый там район, какой-то там новомодный, и предлагаем вам купить квартиру в Дубае. Ну, тут я вообще чуть не упала, говорю, ну, все, дожилась, елы-палы, я же теперь миллионерша. Мне, блин, предлагают купить квартиру в Дубае. Смешно по телефону. Вот откуда не знать, кому они звонят. Квартиру в Дубае не хотите ли купить? Ну, посмеялась такая, думаю, ну, все, ну, прям я миллионерша, наверное, раз мне такие звонки. Ну, шучу, конечно. Следом за звонок поступает, а там какой-то сайт, что-то свинка, свинка какая-то. Хрю-хрю-хрю. Как-то надо мной все, опустили меня с небес на землю. У меня квартира в Дубае, ах, это хрю-хрю какой-то. Мне очень насмеялась на этой неделе. Ну, спам, звонки стараюсь, конечно, тоже не всегда брать, но не всегда же показывать, да, там где-то написано там спам-звонки, где-то иногда бывает, а тем более у меня же звонки там с транспортной компании бывают, они тоже иногда попадают как спам. Ну, я боюсь их упустить, поэтому часто беру чаще такие звонки. Ну, послушать это, конечно, вообще интересно. Ну, развлечение себе придумала, брать-то все равно надо, как бы, чтобы не пропустить звонки по работе. Думаю, ну, поразвлекаюсь, ну, вот так поразвлекалась. Так что, быстро меня, конечно, подняли и опустили с небес на землю. Так что, вот такие вот приятные эмоции получила просто от спам-звонков. Вот такие, такая неделя была. Потом, про что, про что еще хотела вам рассказать? Хотела вам рассказать про смену фамилии. Заинтересовалась здесь я немножко этой темой. С мамой разговаривали, там, ну, про смену фамилии, стоит ли там после, ну, или замуж выходишь, фамилию меняешь, а потом, когда разводишься, нужно ли менять фамилию. Много об этом, я думаю, вы слышали, и споров много ходит. И вот я заинтересовалась этой темой, как влияет фамилия. И оказывается, да, действительно влияет. Уже доказано, как бы проверено. Ну, и на себе стала проверять, на своих родственников, там, у кого какая фамилия. Тут же интересный факт, да, что действительно каждый род, каждая фамилия, она чем-то обладает. И вот выяснила, что самая крутая фамилия, похоже, моя девичья. по энергетике, что ли. Ну, там тоже, каждая фамилия что-то несет, какой-то род, много детей, у какого-то там рода очень умные, там, учителя, в каком-то богатстве идет, там, ну, в разных родах, вот есть. И самое интересное, очень легко это посмотреть. Смотрите на, ну, например, фамилия, там, какая-то Иванов, да, ну, в вашем роду, например, и вы смотрите вот этот род, кто у них там, папа, дедушка, братья, все, кто носители этой фамилии. Смотрите, что у них общего. Ну, если вас, например, деньги интересуют, да, то там, богатый, не богатый. Как правило, они все на одном уровне будут стоять. То есть, ну, или богатство идет, вот мы выяснили, например, вот с папой сегодня разговаривали, у них, у него фамилия идет богатство, но через труд. Ну, то есть, чем больше работаешь, тем ты богаче. Вот такая фамилия. У меня девичья фамилия, получается, ну, просто с небес, все с небес, карьера с небес, деньги с небес, ну, в общем, ниоткуда. Можно не напрягаться, а все получать. Ну, посмеялись, всех обсудили, все фамилии. В общем, моя фамилия сейчас при замужестве тоже оказалась очень странная, потому что она, ну, как бы мозги, да, у них все умные, дается, лишены амбиций, вот, совершенно, амбиций у них нет. И, как бы, деньги им тоже не нужны. Как бы, ну, есть-есть, а нет-нет. Ну, бедными они нет, не были, но и богатыми тоже. Интересные такие факты. И вот, что интересно, женщина, женщина, она, ну, замуж я выхожу, например, у меня была одна фамилия, я вышла замуж, через два года, два года я еще носитель своей фамилии, ну, как бы, мое, да, влияет больше, а через два года все, я полностью перехожу в фамилию мужа. То есть, я свои качества своего рода уже теряю, а беру качество рода по своей фамилии. И вот интересно, говорят, что можно управлять жизнью таким образом, меняя фамилии или, ну, да, меняя фамилии, переходя из рода в род, или беря девичью фамилию, или что-то еще. Вот. Так что, интересный факт, не знаю, как его проверить, изучили вот все фамилии, там, родственники, знакомые. Очень интересное и увлекательное занятие, я вам хочу сказать. Если вам интересно, тоже порассуждайте, посмотрите по носителям фамилиям, что несут, и как можно, как бы, улучшить вот связи. Раньше, говорят, обязательно, когда еще браки ставились, ну, как договорные были, вот это все учитывалось. И поэтому, кстати, даже были двойные фамилии, когда, например, ну, одна в одном роде и в другом, ну, чтобы они не терять одну какую-то, да, часть, ну, с этого рода, например, эти богатые, у этих много детей, то брали двойную фамилию. Тогда род продолжался с двойной фамилией, но уже и богатый, и с детьми. В общем, вот так интересный факт. Потом это, конечно, было утеряно, все, а сейчас, вот сейчас это модно, все вот ищут своих предков, там составляет эти древа, ищут всяких, всяких, очень дальних родственников. И, в общем, одно дело найти, но это очень интересно, конечно, знать, кто твои родственники, кто ты с ним был. И очень интересно, этим можно управлять. Ну, у вас дети, вы рожаете детей, и можно, если посмотреть вот в этом роду, какую фамилию носит ваш ребенок, что у них там, например, если у них были там, не знаю, музыканты, то, скорее всего, ваш ребенок уже обладает этими, в ДНК записывается. То есть, ребенок уже может не сначала начинать заниматься музыкой, а он, если чуть-чуть, ну, у него быстрее все пойдет, он уже как бы с верхней ступеньки начинает, потому что у него уже в ДНК это есть. Очень интересная теория, и говорят, что она очень сильно, ну, подтверждена уже. Вот так развитие детей можно развивать, не узнавая, что на что там у него есть. Ну, то есть, наверное, прям вообще чуть ли не с младенчества можно. Если вы смотрите там по роду, что вот здесь вот художники, значит, ребенку там, не знаю, в два месяца, в три давайте уже картины, ручки, карандаши и все такое. И, скорее всего, он будет художником. Интересно, я думаю, что это было бы полезно для родителей, для многих родителей, которые хотят, ну, лучше для своих детей. Вот так развивать, когда рождаешь ребенка, растет, растет, потом вот это найти, а что у него получится, что ему интересно, к чему у него талант. А оказывается, можно заранее посмотреть, есть ли у него способность к этому, к этому или к этому. Тоже интересный факт. Вот, порассуждайте, если вам интересно, просто посмотрите, понаблюдайте с мамой, с папой, про роды свои. Я думаю, это очень интересно, увлекательно, это точно, потому что нам было вот увлекательно, я и с мамой там всяких мы посмотрели, разобрали роды, и с папой интересно оказалось, и там не только свои, а как бы соседние там роды. Папа сегодня, например, своей мамы род рассказывал, и он говорит, слушай, ну, правда, здорово, как бы, хочешь верить, а хочешь нет, называется. Вот такие вещи интересные мы обсуждали на этой неделе. И вам рекомендую тоже, если вам интересно этим заняться. Так, и что? Дальше, дальше. У меня там был вопрос в прошлом, в прошлом видео. Девушка написала, что вроде как вяжет, смотрит всех, и у всех одинаковые игрушки, все говорят, что по моему мастер-классу. Ну, типа каждый говорит, что это его мастер-класс. Я такого не говорю, и никогда не говорила. Я, у меня есть и видео, в котором даже ссылки я даю, с чьих мастер-классов я вижу игрушки. Я не скрываю, и никогда это, на свои игрушки. У меня их всего там шесть мастер-классов, шесть, которые я сделала. Это чисто мои. Я, когда я показываю, ну, я говорю, это по моему мастер-классу, это игрушка по моему мастер-классу. А если я показываю другую игрушку, да, не по моему, я не говорю. Просто мастер-класс. А только на свои я показываю, свои игрушки, я говорю честно, это мой мастер-класс. Если хотите со мной поспорить, и вы, как говорите, видите, и все одинаковые вяжут игрушки, ну, я не знаю, я не видела, я тоже много смотрю, не видела таких, ну, своих игрушек, по крайней мере, не видела. И еще, то, что про одинаковость. Одинаковость, я много смотрю, много вяжу. И покупала мастер-класс, и покупаю мастер-класс, ну, и сама придумала. И вы знаете, я вот, ну, сказать, что один в один игрушки, нет, вряд ли. Я бы увидела, ну, не вижу я, чтобы один в один. Каждый старается что-то изменить в игрушке. Например, вот смотрите, я как-то уже показывала, рассказывала. Вот покупной мастер-класс, вот этот мышонок, там мальчик и девочка есть. Вот это мальчик. Он покупной. Большинство моих игрушек у одной и той же куплены. Мне нравятся ее игрушки, поэтому у меня много ее игрушек. Вот, я его вижу, ну, смотрите, в ее мастер-классе там другая пряжа. В ее, если вязать по ее мастер-классу, этот мышонок будет в два раза больше. То есть, он будет вот такой. Ну, из обычной плюшевой пряжи он будет, ну, в два раза. Я вяжу с другой пряжи, он у меня меньше, в два раза. Вот такой, это просто игрушечка, да, ну, потому что мне нравится такой размер. Я заметила, в магазине, когда торговали, что чаще покупают игрушки маленького размера. Большие игрушки очень редко покупают, ну, реже. А вот такие, которые вот, ну, легко, да, вот я, как говорю, кисть, кисть руки, вот они самые такие вот покупаемые. Ну, и маленькие. И то, маленькие меньше покупают. Как бы, видите, она это вообще в два раза. Вот видите, разница. на первых пряжа другая, здесь уже хбшка, и она уже больше на брелок похожа. То есть, мастер-класс один и тот же. Разве это одинаковые игрушки? Ну, вряд ли они одинаковые. Они на ощупь разные, да, они похожи, но они не одинаковые, чтобы один в один, нет. Так что, не знаю, как вы вяжете, смотрите, и кажется, вам все одинаково, потому что даже когда я вяжу по одному мастер-классу, ну, я вижу, что у меня не такой получается. Один в один, как в мастер-классе, у меня не получается. Как бы свои игрушки я связала, да, они вот один в один, как я их сделала. И буду продолжать, и они будут, да, такие же точно. А вот если я покупаю другой мастер-класс у кого-то, вот этого тоже я купила мастер-класс еще в прошлом году, так как год дракона был, понравился мне. этот дракончик, поэтому я у него, у нее честно его купила. И да, я зарабатывала, зарабатываю на нем. Вроде как там разрешается же продавать игрушки, поэтому мастер-класс сделан. Я же мастер-класс не продаю. И у нее, у нее эта игрушка больше, в два раза больше, ну, потому что пряжа другая. И она совсем, ну, не похожа. Да, они, вернее, похожи, но не один в один. Поэтому у каждой мастера, наверное, свой стиль, что ли, и рожицы разные, вышиваем, когда по-разному. Потому что я пыталась даже рожицу сделать такой же, у меня не получилось, как у нее. А я вот добавила реснички, мне почему-то больше понравилось вот, у меня он другой. Так что, если внимательно присмотреться, я думаю, вряд ли вы увидите одинаковые игрушки у разных мастеров. Ну, в общем, я, наверное, все сказала, что хотела, потому что не надо меня обвинять, что я говорю, что это по моим мастер-классам. Нет, по моим мастер-классам только шесть игрушек у меня. Я только про них говорю, все остальные покупные. Ссылки, если вам надо, например, вы хотите какой-то, вы напишите, что тут Дедра Кончик, я вам ссылку, кто продает. Есть одно видео, там просто игрушки, и к ним, прям в описании к видео, все эти ссылки данные и на брелочки, и на игрушки. Берите, пожалуйста, захотите, покупайте у них. Я вообще даже за. Почему такую красоту, если вы умеете вязать, не связать? Это же здорово. Я тоже так начинала, не для продажи вязала, а так для себя, для знакомых. Покупала мастер-классы и вязала. Ничего засорного в этом не вижу. Ну, а воровать мастер-класс, конечно, плохо. Я противница этого, потому что это труд, и я знаю, какой это труд, и обидно, когда воруют, потом продают. Но я этим, нет, не занималась никогда, уважаю чужой труд, как и свой. Вот такие дела. И на этой неделе дальше расскажу, кого я продала, кого я продала. Вот я вам уже почти всех раз показала. Вот я продала двух дракошек, на этой неделе продала. Так, у меня, кстати, игрушки всего три, которые проданы. Ну, вот, из мышонок. А все остальные у меня проданы, и они на ноль. Их нет, я их продала сегодня, отправили мы их, поэтому у меня сейчас наличия нет. Мне надо их взять. Итого, я продала, значит, двух дракончиков, белочек, по моему мастер-классу. А, ну да, белочка. Две штуки тоже продала, одного тигренка продала, мышонка мальчика, одного брелок ломтик, арбузик я продала, воротник один продала, бежевый, и мочалку. Я как-то показывала мочалку, я связала такую толстую, здоровенную, такую прям мушную. В общем, я ее выставила, она долго не продавалась, и, наконец-то, ее купили за 900 рублей, на Валберс ее купили. Так что, честно вам говорю, потому что я вам обещала, сказать, ну, обещала сказать, если я ее продам. Вот, у меня ее купили вчера, сегодня отправили, посмотрим, что напишут. Ну, и следков я продала 19 пар на этой неделе, 19 пар моих следков. Тоже, кстати, следки, я сама, вообще, это мастер-класс, я даже не назову, потому что меня научила их вязать мама. Мама, давно, она еще там, ее мама еще научила их вязать, а потом вот, мама меня научила вязать. Я их очень много вязала, я даже училась на них, как бы крючком вязать, потому что спицами я вязала, крючком у меня не очень получалось. И вот я как раз начала с вот этого, она мне показала, научила, это их, я не знаю, мастер-класса тогда и не было, просто вот так учила. Я ничего в нем не поменяла, как вот она меня научила, так я и вяжу уже лет 15 слитки. Мастер-класс я сделала, он у меня есть бесплатный, на моей странице, в мастер-классах, на вот такие слитки. Совершенно бесплатно, заходите, смотрите, ну я смотрю, там просмотры есть. И там же есть носки шерстяные на круговых спицах. Тоже мастер-класс. Как вязать? Ну проще, я вяжу на круговых спицах сразу два носка. Мне это удобно. И там я показала. Так что, и это тоже, пожалуйста, в открытом доступе заходите, смотрите. Там не то, что вы там вяжете, в общем, там укорочено, укорочено, ну понять можно. Там ничего сложного нет. Круговые ряды, потом поворотные ряды, в общем, все просто. Так что, вот такие дела на этой неделе. И того, я продала 9 лужек, получается, 19 пар слитков, мочалочку, воротничок. На субом 7100 у меня вышло. Ну, получается, это чистая прибыль со всеми вычетами уже там на нитки, на все это, да, на пряжу. То есть, это чистая прибыль. 7100 на этой неделе я заработала. Итого, у моей копилки стало 248 630 рублей. Почти 250 тысяч на совершенную неделю подряд. Четверть миллиона. Здорово. Маловато, конечно, я ожидала лучшего, но тоже это интересно узнать. Мне было интересно, и я узнаю, как это. Так что движемся вперед, потихонечку надвижемся. Чего и вам желаю. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.